И посмотреть в полицию, посмотреть пропасть ее. Не на бок, а на почту. Света на подушателе, они одеваются на людей, чтобы кто едет на машине, видеть, что идет человек через дорогу. Устами младенца глаголит истина. Дошкалята, не стесняясь сотрудников в форме, рассказывают, как родители иногда не пристегиваются или превышают скорость. Однако представитель инспекции дорожного движения приехал в детский сад не для того, чтобы собирать компромат. Его задача – донести детям, что такое безопасность на дороге и как не оказаться в числе пострадавших. Особый акцент на передвижение в темное время суток. Тут же лекции переходят в дефиле. Ребята показывают предметы, с помощью которых можно на себя обратить внимание водителей. Основные – это, конечно же, жилеты светоотражающие, повязки и мешки для сменки обуви. Когда ребенок это надевает на себя, он становится ярким и заметным. Есть, конечно, небольшие еще в виде смайликов и повязка на руку. Возможно, такие вещи смогли бы предотвратить десятки опасных ситуаций. По последним данным, с начала года произошло около сотни ДТП с участием пешеходов на территории областной столицы. Двое погибли, более 80 получили травмы. И каждое пятое ЧП произошло в темное время суток. Совсем недавно, то есть у нас был случай, это на улице Мира Октябрьская, да, то есть били пожилую женщину, которая переходила, давайте вспомним, хоть и на красный свет сигнал светофора, но так как была она в темной одежде и на улице было темное время суток, также дождливая погода была, водитель совершенно ее не видел на пешеходном переходе. То есть, если бы были какие-то светодражающие элементы, возможно, этого бы такого ДТП не случилось. Детям донести проще, говорят сотрудники Дорожной инспекции. Взрослых, согласившихся носить фликер в нашем городе, единицы. Возможно, их станет больше после того, как вы увидите наш эксперимент. В 25 метрах от машины при свете включенных фар стоит пешеход. Это расстояние транспорт пройдет за пару секунд. Для контраста, чтобы показать разницу, белый низ, черный верх. Как видно на кадрах, при недостаточном уличном освещении, даже яркие штаны кажутся серым пятном. А вот как выглядит человек со светоотражателем. Давай на ту улицу, там еще другая вещь. Для полной убедительности мы покажем, что видит, а точнее, чего не видит водитель в ночное время. Пока мы едем по улице, по тротуару передвигаются пешеходы. Однако камера их не фиксирует, слишком темно. То, что происходит за пределами проезжей части, человек за рулем видит только боковым зрением. И резкий выход из темноты может спровоцировать аварию. Вон мужчина переходит дорогу весь в черном, вообще не видно, можно сбить его. Вы видели? Хорошо, другие фары чуть-чуть обсветили. Так, ехал бы побыстрее, на капуке у меня бы лежал. Если отношение пешеходов к ситуации не изменится, в ближайшее время число ДТП увеличится в разы, прогнозируют сотрудники ГИБДД. Хотя бы потому, что ночь станет длиннее. Угрозы снизятся только, когда появятся сугробы. От снега свет фар отражается лучше, да и на белом фоне разглядеть человека проще. Хотя даже после этого дополнительный предмет, привлекающий внимание водителя, точно лишним не будет. Павел Громов, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова